В комплекте к планшету в том числе идет внешняя аккумуляторная батарея для того, чтобы в случае, если основная батарейка в планшете разрядится, у переписчика была возможность продолжить работать. На минувшей неделе состоялась пресс-конференция с заместителем руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области и Чукотскому автономному округу Ириной Сапченко. Встреча была посвящена проведению предстоящей переписи населения, которая пройдет по всей стране с 15 октября по 14 ноября текущего года. В ходе конференции особое внимание было уделено новому способу переписи населения. Когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Но это не отменяет возможность переписаться жителям страны традиционным способом на прописных участках и в МФЦ. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой или QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги, которая им была предоставлена через портал госуслуг. Параллельно с интернет-переписи будет проводиться опрос населения переписчикам, как я уже сказала выше. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик. Пол, возраст, гражданство, месторождение, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях. Надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов. Пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. К слову, в центры обработки данных информация поступает и хранится в обезличенном виде. По ней нельзя будет установить, кого именно опрашивали и о каком человеке идет речь.